Новость об Украине на UATV. Мы собрали для вас все самое важное и интересное. Здравствуйте. Возвращение НДС в Украине стало проще. Теперь каждый предприниматель сможет в онлайн-режиме проверить, на каком этапе находится его платеж. По случаю запуска реестра Петр Порошенко провел совещание. Президент уверен, система призвана искоренить коррупцию и облегчить ведение бизнеса в Украине. Каждый сможет проконтролировать дату внесения заявки. Возмещение будет происходить исключительно в хронологическом порядке. Система проверок должна быть публично обоснована с контролем конечных дат. Здесь не будет даже минимальной возможности сделать какие-то манипуляции. Я уверен, нам удастся этого добиться. Следующий шаг после прозрачных выплат НДС – внедрение электронной таможни. В идеале это оформление всех деклараций автоматически без прямого контакта с инспектором службы. Главная цель – сэкономить время и исключить коррупцию. Ведомство разрабатывает электронную таможню уже более шести лет. Сейчас Минфин и Государственная фискальная служба активно подключились к внедрению этой системы в Украине. Дорожная карта развития Украины. Кабинет министров Украины утвердил среднесрочную программу до 2020 года. Приоритетных направлений пять. Это приватизация, земельная и пенсионная реформы, а также реформы медицины и образования. Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, изменения помогут развитию экономики. Глава правительства отметил, до 2020 года нужно обеспечить ежегодный рост ВВП на уровне 4-5%. Мы выходим с планом действий, который должен абсолютно четко дать ответ, как изменить ситуацию в стране и как вернуть людям веру в завтрашний день. Люди должны понимать, куда двигается страна и как она будет развиваться. И главное, изменения должны качественно обозначиться на жизни граждан. Поэтому очень важно, чтобы этот план всех объединил и все начали работать, чтобы внедрить его в жизнь. Не забыли министры и о соцвыплатах. Владимир Гройсман подчеркнул, правительство знает, как изменить пенсионную систему, чтобы она отвечала главному критерию – бездефицитности. С октября 2017-го в Украине повысят пенсии. Премьер уверен, это будет качественный скачок вверх. А сейчас в Украине начала работать программа доступных лекарств. Количество аптек, которые присоединились к этому проекту, будет постоянно расти, отметил премьер-министр. К нам присоединяется Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда «Блейзера». Олег Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня на заседании Кабмина представили среднесрочный план действий правительства до 2020 года. И меж тем премьер Владимир Гройсман озвучил главные задачи. Среди них рост экономики ежегодный на 4-5%. Насколько это реально и когда? Во-первых, это 100% необходимо, потому что украинская экономика, которая упала на 17% в 2014 и 2015 годах и отвоевала с трудом 2,2% в прошлом году, очевидно находится на уровне где-то около 85% от 2013 года. Более того, наиболее драматично это то, что мы находимся ниже уровня 65% от 1991 года, того уровня, с которого мы вообще когда-то начали наше падение. Поэтому чем больше мы будем и чем быстрее мы начнем рост, тем лучше. И основное, за счет чего можно возродить реальный сектор экономики, это, конечно, все, что связано с улучшением качества бизнес-климата в стране. А здесь я боюсь, что вроде бы и понимание есть, но вместе с тем есть серьезные пробуксовки в том, а как это имплементировать. Вот почему, кстати, сказать представители оппозиции, например, та же Юлия Тимошенко, ее блок, блок самопомощи, они говорят по поводу того, что хватит просто говорить, давайте в итоге что-то делать. И вот это что-то делать, я думаю, что делает меня оптимистом? Прежде всего то, что Украина закована в такие сложные финансовые рамки, что она должна возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом. Так работаем же с МВФ, Олег Евгений Леонидович. Работаем с МВФ? Правда. И я считаю, что это неплохой, я бы сказал, надзиратель за тем, есть или нет прогресса в наших реформах. Но в любом случае, если будет прогресс в реформах, то улучшится и качество бизнес-климата. И тогда Украина сможет показывать реально тот рост, о котором говорит господин Гротин. Тоже правда, что 4%, к слову сказать, это нас не устраивает. И вот почему. Потому что даже находясь сейчас в состоянии войны, мы вынуждены отдавать порядка 5% за обслуживание наших государственных, внутренних и внешних долгов. А это значит, что для того, чтобы сохранять уровень хотя бы на текущем состоянии, мы должны расти от 5%. Поэтому 4% вроде бы и неплохо, но не мешало бы попытаться показать и больше. В госбюджете на какой год может быть заложен рост ВВП на уровне 4-5%? Вот по вашим оценкам. Ну я бы сказал, что в идеале было бы, конечно, это показать на следующий год. Но вопрос, насколько это возможно. И вот почему. Поезд мировой экономики мчится в этом году со скоростью 3,8%. В то время как украинская электричка собирается тащиться со скоростью 3%. Значит, отставание нас от основного локомотива будет нарастать в этом году. Поэтому, а в следующем году, если посмотреть прогнозы того же Международного валютного фонда, так называемые страны с развивающимися рынками, к которым относится Украина, будут расти со скоростью, и там как раз поезд будет учаться со скоростью 4,5% в год. То есть, чем быстрее мы догоним общий паровоз, тем лучше для нас. Поэтому я надеюсь, что в следующем году мы уже сможем показывать подобного рода рост. Но опять-таки, подобного рода рост можно показывать не тогда, когда мы будем пытаться стимулировать экспорт или заниматься импортзамещением, о чем, к слову сказать, говорил сегодня премьер. А после того, когда мы изменим модель и начнем расти за счет инвестиций, это основное, что дает возможность расти. Спасибо вам за этот комментарий. Олег Устенко, исполнительный директор фонда Блейзера, был с нами на скайп-связи. Мы продолжаем выпуск. Продать ненужное государственное имущество с особой выгодой. Такие возможности открывает электронный аукцион Прозоропродажи. Сегодня эта система заработала официально. До этого она работала в пилотном режиме. За это время на площадке успели провести торги украинские предприятия «Укрэнерго» и «Укргаздобыча». В результате стоимость лота в конечном итоге выросла в среднем на 15%. Прозоропродажи занимаются реализацией только государственного имущества, заявляют авторы проекта. На данный момент в системе более 3000 лотов общей стоимостью почти 500 миллионов долларов. Мы растем больше, чем на 100% ежемесячно. То есть сумма того, что сейчас продается, очень быстро растет. И каждый может найти что-то для себя. Аукционы конкурентные и прозрачные. Система, которую мы используем, это фактически зеркальная система к Прозоро. У нас также есть центральная база данных, где проходят все транзакции, к которым каждый гражданин может получить доступ и смотреть на сами торги. Нет увеличению цены на газ. Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг снизила стоимость газа до 6000 гривен за 1000 кубометров. До этого цена голубого топлива составляла 6880 гривен. Финальный прайс уменьшается за счет исключения из цены доставки газа. С 1 апреля стоимость разделена на два разных счета. Цена самого газа плюс обонплата за пользование газотранспортной системой. Из украинских хранилищ зимой отобрали на 20% меньше газа, чем в прошлый отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза. Объем компенсирован за счет увеличения импортных поставок голубого топлива из Европы. В компании также сообщили, в хранилищах Украины остается 8 млрд 230 млн кубометров газа. 9 человек погибли, более 20 ранены. Все это жертвы взрыва в метро Санкт-Петербурга. Он произошел в вагоне поезда на станции Синная площадь. Взрывное устройство сработало около 15 часов по московскому времени. Правоохранители обнаружили еще одну взрывчатку на станции Площадь Восстания. Городские власти решили временно закрыть все станции метро в городе. Генеральная прокуратура России уже назвала событие террористическим актом. Тем временем, консульство Украины в Санкт-Петербурге пытается выяснить, есть ли среди погибших и пострадавших украинские граждане. За последние годы киевский метрополитен получил более 150 анонимных звонков о минировании. В столичной подземке постоянно проводятся осмотры станции, работают кинологи и правоохранители. В метро пассажиров призывают не оставлять вещи в вагонах и сообщать о любых находках персоналу станции. Просят также ни в коем случае не изучать подозрительные предметы самостоятельно. Мы продолжаем работать, продолжаем следить за тем, что происходит в Украине. Об этом уже в следующем выпуске новостей. Оставайтесь с ЮИТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин